Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Емец, я писатель. Записываю обращение немножко до мероприятия во время своего визита в Мончегорск, поэтому простите, что такое формат. Проблема чтения это очень важная вещь, особенно проблема запуска новых читателей, потому что статистика показывает, что сейчас ребенок, ну и вообще взрослый человек, читает только 9 минут в день. Это очень мало, потому что 20 лет назад было час 20, то есть таким образом получается в 10 раз меньше. Интернет отнимает где-то 40 минут в день и телевидение час 20. Ну то есть получается, что те 3 часа свободного времени, а больше времени вообще нет у ребенка свободного, потому что там уроки разного рода, мероприятия, секции, кружки, что читает в 10 раз меньше. И таким образом не успевает выработаться и сформироваться навык чтения, потому что любой навык можно переложить в количество часов. То есть если человек читает 1000 часов, он выходит на какой-то определенный уровень чтения. Если он читает 1500 часов, у него уровень чтения и уровень восприятия уже совсем другой. Потому что вы же всегда можете отличить человека, который прочитал 10 книг, 30 книг или там, не знаю, 3000 книг. Это люди абсолютно разные даже в весовой категории. Так и наша самая главная проблема, и может быть общая проблема, что роднит писатели, библиотеки, образовательные учреждения, это каким образом убеждать читать. Потому что когда просто говоришь читай, 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 это слова падают в песок и ни к чему не приводят. Ну у нас семеро детей, и я тоже сталкиваюсь с тем, что не все читают одинаково охотно, поэтому вырабатываю определенные технологии при учении к чтению. Ну стараюсь просто их покатать уже чисто практическими какими-то методами. Ну, во-первых, у меня есть метод 1000 страниц, что нужно, чтобы ребенка заинтересовать чтением, нужно, держа его на коленях, прочитать ему в сумме где-то 1000 страниц, причем таких книг, которые интересны тебе самому. Потому что если ты сам читаешь книгу с омерзением, или там без желания какой-то детского, она тебе неинтересна, то обычный интерес ребенку не передается, и сам тоже откладываешь это до последнего. И в среднем через 1000 страниц у таких более способных детей раньше вырабатывается желание читать ежедневно, и обычно вырабатывается навык чтения, потому что вначале я начинаю читать страницу сам, а ребенок или перечитывает уже заново то, что я прочитал, как бы за моим голосом догоняет, или там прочитывает последние 2-3 строчки, если он еще плохо читает. Еще очень хороший вариант – это аудиокниги. Аудиокниги раньше были форматы 60-90 минут, что было связано с длинной пластинки, с длинной пленки кассетной. Сейчас это уже в основном хорошими актерами родинами, начитанные книги целиком. Это, конечно, ни в коей мере не может заменить бумажную книгу, но все же, например, Оля, у нас 10-летняя дочка, она в неделю, я посчитал, прослушивает где-то 4 романа по 400 страниц. Она еще не может, например, «Войной мир» читать, на бумаге не тянет, а в аудиоварианте хорошо запоминает сложные тексты, которые на ступеньку выше той книги, которую бы она сейчас еще могла читать по своему развитию. То есть аудиокниги – это вариант замечательный, и каким образом их скачивать, я думаю, можно решить этот вопрос. Аудиокниги много дают ребенку. И, конечно, самая страшная вещь – это смартфон. А смартфон – это год украденного времени у ребенка. То есть если вы 12-летнему ребенку на день рождения подарили смартфон, значит, ему уже 11 лет. Потому что год, примерно, человек борется с этим смартфоном, он где-то украдет у него год времени. Это мы, к сожалению, тоже на этом обжигались, и это знаем, поэтому сейчас мы постарались перейти на кнопочный телефон у всех детей, чтобы смартфон отнимал как можно меньше времени, потому что это, конечно, яд страшный. Ну вот основные какие-то такие моменты, наверное, я высказал. И хочу сказать, что чтение – это такой процесс. Ну, слова ребенок и вообще всякий человек, он слушает не слова, он верит какому-то опыту, и он следует нашему примеру. То есть если отец лежа на диване и просматривает там новостную передачу или футбол говорит сыну «читай, читай, читай», то на самом деле сын научится только смотреть новостные передачи и футбольные матчи. То есть вы… и можно, наоборот, ничему ребенка не учить, но если он видит, что вы постоянно читаете сами, будет читать тоже. То есть нужно… если хотите изменить ребенка к лучшему, изменитесь сами, и тогда ребенок потянется за вами, как нитка за иголкой.